Станичный парк. Прими скорей мое простое поздравление. Живи, люби, мечтай, трудись в весны звенящем упоенье. Северскому парку культуры и отдыха имени Пушкина 100 лет. Вековой юбилей отметили 1 мая, в день весны и труда. Праздничное настроение царило уже на входе. Гостей встречали сказочные герои и артисты на ходулях. Среди первых посетителей – глава Северского района Андрей Дорошевский, депутат Законодательного собрания края Сергей Орленко и председатель районного совета Владимир Захарченко, которые поздравили с днём рождения парка жителей и гостей райцентра. Все, кто живёт в Северском районе, знают и любят этот парк. Слова благодарности тем людям, которые уже давно ушли, но память о них живёт в наших сердцах. О тех, кто заложил этот парк, тех, кто его создал. Мы говорим слова благодарности тем людям, которые и по сей день трудятся в этом парке. Большое вам спасибо, уважаемые друзья, за то, что вы поддерживаете здесь парк в надлежащем состоянии. Для работников парка в этот день не просто тёплые слова поздравлений, но и благодарственные письма главы. Эти люди организуют не только красоту и порядок на территории, но и досуг для жителей района. Вы знаете, как нам приятно, пожилым людям, когда мы приходим в наш любимый теремок и нас встречают с улыбкой, с нами общаются. Мы вместе читаем стихи. А какие праздники они нам, бабушкам, готовят, если бы вы знали. И 8 марта, и Новый год. Ну, все праздники. Понимаете, мы, я считаю так, ну, это продлевает нам жизнь. Это однозначно. В свой юбилей парк пополнился ещё одним арт-объектом. На цифрах в честь памятной даты – исторические фотографии. А на Северском Арбате выставили не только официальные фото, но и домашние архивы жителей района, снятые во время отдыха в любимом парке. По традиции на аллеях расположились выставки декоративно-прикладного искусства и изобразительного творчества. Для ребят организовали локацию – кинотеатр на траве. Творческие коллективы района порадовали гостей концертными номерами. ПЕСНЯ Одним из самых ярких событий праздника стало открытие новой зелёной зоны под названием «Островок», которая расположилась на месте бывшей лодочной станции. В 2021 году жители райцентра голосовали за объекты благоустройства в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». И большинством голосов выбрали проект «Островка». Действительно, этот выбор был сделан нами вместе, вместе мы его строили, но и вместе нам его и содержать. Потому что, к сожалению большому, есть у нас гиперактивные люди и дети, которые не знают, куда деть свою энергию и почему-то ломают этот парк. Уже несколько раз мы тут подбеливали, подкрашивали, чинили, подваривали. И убедительная просьба, пожалуйста, уважаемые взрослые дети, у нас есть масса разных секций, мероприятий, куда можно деть свою энергию. Пожалуйста, не ломайте парк, берегите его. Одно из преимуществ новой локации парка – здесь предусмотрен амфитеатр для проведения массовых мероприятий. Для гостей играл духовой оркестр. Воспитанники студии спортивного танца «Диана» исполнили яркий танцевальный номер. Желающие могли поучаствовать в мастер-классе от столярной школы «Фрезером». Или посмотреть на такой необычный вид спорта, как джоли-джампинг. Долгожданным событием для детей и взрослых стало открытие большой детской площадки на территории островка. Для ребят – интересные карусели и горки, и даже небольшой скалодром. Для родителей – удобные лавочки необычной формы. А для безопасности – яркое покрытие резиновой крошкой. Несмотря на нетипичную для Кубани прохладу, 1 мая Северский парк был полон гостей. Как и многие десятилетия назад, он остается местом притяжения для нескольких поколений жителей нашего района. Редактор субтитров А.Семкин